В этом году я работаю на те же две ставки, но зарплата у меня едва ли дотягивает до 30. Соответственно, моя зарплата по сравнению с 2018 годом уменьшилась практически на 15 тысяч. О таких низких заработках поведали нашему телеканалу десятки медиков скорой помощи Рубцовска. По их словам, после отмены ковидных и стимулирующих выплат, их доход упал до катастрофических размеров. Как они утверждают, такого не было даже в сложные 90-е годы. После выхода репортажа о медиках, с нами связалась Министерство здравоохранения края и прояснила ситуацию с массовыми увольнениями, передав ответное слово главврачу Рубцовской станции скорой помощи. Он рассказал о средней зарплате работников скорой и о том, как ее рассчитывают. В октябре у нас вложили зарплату 29 тысячи 74 рубля на ставку. Средняя зарплата идет в среднем по станции скорой помощи за количество отработанных часов всеми сотрудниками. Одни работают на ставку, другие работают на 2 ставки. Но в среднем получается 29 тысячи 74 рубля. Получается, фельдшеры делают сами свою зарплату своим жестким графиком. Что касается оклада, то он не индексировался с 2019 года, пояснил главный врач. Людей, которые работают... С инициативой поднять подушевой тариф руководство станции будет выходить и в следующем году. Ну а пока, чтобы поднять зарплату, медикам предлагают еще более сложную схему работы. Трудиться в бригаде не двоим одновременно, фельдшерам, а одному. Тогда зарплата будет выше. Но если говорить о более приятном, то медикам Рубцовской скорой к новому году обещают бонус-премию. На эти цели выделено порядка 6 миллионов рублей. Валентина Аскерова, день с толком.